Давайте все-таки правды ради поговорим о выборах. Да, они состоялись. 52-53% избирателей проголосовали. То есть они могли бы и не состояться, если бы не хватило четырех. А так случилось. Но заметьте, всем нам говорили, что должны быть 70-80% голосов. А не получилось. И об этом хавальник закрыли. Теперь и дальше. 75-80% за президента. То есть 41% из всех жителей за него проголосовали. И это как-то не половина жителей всей страны. То есть вот вам правило. Думайте, прежде чем глаголить. А количество людей у урн можно было бы увеличить просто. По сути, мы не спортсмены. Естественно. А наши пенсии, как и наши зарплаты, тонким и жирным слоем впаривают на строительство. Где все это тырится бесконечным образом. Это раз. Транспортный, мудастический налог. Мы его два раза платим. Не надо нас налогом давить. Ну и денежки. Вам белиберду бумажную сложно напечатать. И вот вам 80, а то и 90%. Вот вам правило для голосования. И вот тогда 70, а то и 80% за Путина. Вот тогда это выбор. Что в этом сложного? Ну и маленький процент в дополнении. Сделайте нормальную страховку. Сделайте, господа или товарищи. А после выкиньте все выборы. Я не люблю, по сути, всякие голосования. Они в КПСС были не нужны. А так у нашей КПРФ малость другие проблемы. Ужасно прошло. Очень много избирателей недовольны тем, что вот какой результат у нас оказался на самом деле. Вот. Что касается предвыборной агитации и самого голосования, и хода голосования. Вот, к примеру, по ходу голосования. Информационные листы. Здесь очень много жалоб по всей стране. Были о том, что здесь были дополнительные вклейки под кандидатом президента Грузининым об его недостоверных сведениях о миллиардных счетах, о золоте и все такое. Вот. Значит, информация была, но почему-то избирательные комиссии самостоятельно решили вот эту информацию увеличить. Вот официальная информация избирательной комиссии. Вот смотрите, вот как мелко было написано. А избирательные комиссии решили увеличить, жирно выделить. И вот так вот вот это было снято с избирательного участка повешено на информационном листе, куда кандидаты приходили на избирательный участок и смотрели. Вешали вот сюда или вот здесь сбоку, или вот сюда сбоку. Так, подавали жалобы и в 50% случаев их снимали. Вот эти вот информацию. А где-то оставляли, где-то самостоятельно наблюдателя убирали. Это что касается хода голосования информационной листы. Очень много нареканий, конечно, было по поводу хода самой избирательной кампании в средствах массовой информации. Агитация, период агитации. Здесь мы все это услышали, что очень много грязи вылили на кандидата Грудинина. Как только узнали, что он начал лидировать в интернете и в других ресурсах, вычерпывали информацию, что он лидирует, сразу же полился поток грязи на нашего кандидата. Начали, значит, в том числе и на дебатах кандидатов в президенты акцентировали удар именно на этом кандидате. Ну и федеральные средства массовой информации проправительные тоже подливали масло, что называется, в огонь. И был создан такой информационный фонд, что вот кандидат президента миллиардер где-то деньги закроил, пригрел, счета у него за бугром. Вот он в отрицательном свете его выдали. И вот на часть избирателей да, это подействовало. У нас очень много членов комиссии работало в избиркомах и видели, как голосовали и какая категория граждан голосовала за того или иного кандидата. Сделали свои выводы. Так, теперь по количеству избирателей. У нас город Монетогорск. У нас 320 тысяч избирателей получается. В целом по России 105 миллионов. По-моему так, да? 105 миллионов. Ну, где-то около 105 миллионов избирателей. По Челябинской области цифру не помню. Какая цифра по Челябинской области? Около 2 миллионов, да. Ну, так вот. Итоги подведены. За Грудинино в целом по стране 11,8%. По Челябинской области цифра у нас немного выше. Около 13% по Челябинской области. По городу Монетогорску у нас Грудини получил 14%, чуть повыше. Так, за Путина тоже у нас по всей стране 76%, более 76%, по области Челябинской где-то около 73%, но у нас же в Монетогорске 70%. Ну, это официальные цифры, которые опубликованы на сайте Центра избиркома. мы сейчас начинаем уже заканчиваем сбор копий протоколов и будем посчитать какие же на самом деле цифры реальные. Ну и значит город Монетогорск конечно отличался тем, что в ходе предвыборной кампании на наших избирателей очень сильно давили. Давили, заставляли идти голосовать. Руководство, ну не постесняюсь, руководство комбината, начальники заставляли идти значит работяг своих подчиненных на определенные избирательные участки. и это уже очень легко видно по тем участковым избирательным комиссиям, где мы значит видим сколько человек пришло голосовать. Где-то явка больше, где-то меньше, очень хорошо видно. И соответственно и как за кандидатов голосует. Вот это давление, которое оказывали значит на избирателей, оно было конечно и в других регионах, сельских районах, городах, но у нас магнитогорские постарались руководители явку нагнали до 70% по магнитогорску. До 70%. Самое интересное то, что оказывали давление на избирателей, но хоть бы один написал жалобу, но ни одной жалобы не было, что на них оказывают давление. Причем здесь также на сетевых ресурсах магнитогорского металлургического комбината выкладывали информацию, сам же комбинат. Посылайте нам информацию якобы, что на вас давят. Ну вот не знаю посылали им информацию, занимались они этим делом, но вот к нам в партию, почему-то мы тоже призывали обращайтесь к нам, никто не обратился ни с одной жалобой. Но по городу Мойтогорску, я еще раз говорю, были жалобы на то, что под информационным плакатом Грудинина висела висела вот эта бумага. То есть бумага, вот этот документ, как они считают, что он якобы законный, хотя на самом деле они самостоятельно ее напечатали и увеличили в размере, сделан для того, чтобы избиратели просто-напросто пугались такого кандидата, такого страшного, такого миллиардера, который грабит якобы население и скрывает свои доходы. Вот. У одного только висела. Я вспоминаю предыдущие избирательные кампании. Были тоже недостоверные сведения, предоставленные кандидатами на других выборах. В местные органы власти, к примеру, в Государственную Думу. Но не помню, чтобы вот так в увеличенной форме вывешивали напротив кандидата. Если и вывешивали, то где-то в каких-то закутках, где избирательные комиссии работают, куда рядовой избиратель вообще не зайдет. А тут повешали. Ну, соответственно, и население просто-напросто где-то запугали, где-то зомбировали. На самом деле так оно и есть. Вот. На сегодняшний момент у нас такие результаты по городу Мойтогорск. Я считаю, что они не соответствуют тому, что вот на самом деле как люди хотели проголосовать так, но были вынуждены где-то на них надавили, где-то угрозами, где-то еще как-то, где-то за галочки ставили за Путина. Ну, я скажу по переносным урнам. Бабушки, дедушки, которые не могут сами проголосовать, давали им бюллетени. У нас наши члены комиссии работали, наблюдатели. Ах, пенсия маленькая, жалуются, жизнь плохая, плохо, очень нехорошо, ставят галочку за Путина. Итак, несколько случаев. Подсчет бюллетеней и лидер Путин у таких избирателей. электорат населения Могнитогорска протестное, а галочки ставят за Путина. Вот так вот.